Пошла. Все, тогда начинаем. Добрый день, глубокий уважаемый член диссертационного совета. Утвержденный состав диссертационного совета по ДС-02-00-006, 15 человек. Присутствует 12, в том числе 5 докторов по профилю рассматривания диссертации. Таким образом, к вводам есть. Разрешите открыть заседание. На повестке дня защиты диссертации Дороселия Анастасии Валерьевны на тему модели и анализ показательной эффективности механизмов выгрузки профика в гетерогенных беспроводных сетях. Диссертация представлена на соискании ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 1-2-3 теоретическая информатика кибернетика. Научный руководитель, кандидат физико-математических наук, доцент, доцент кафедры прикладной информатики и теории вероятностей факультета физико-математических наук РУДН Сопин Эдуард Сергеевич. Нет ли возражений по повестке дня? Если возражений нет, то приступаем к рассмотрению диссертации. Работа выполнена на кафедре прикладной информатики и теории вероятностей РУДН. Официальные оппоненты доктор физико-математических наук Зейфман Александр Израилевич, доктор технических наук Степанов Сергей Николаевич, кандидат физико-математических наук Горбунова Анастасия Владимировна. Слово для оглашения документов, имеющихся в деле соискателя, предоставляется ученому секретарю диссертационного совета Анастасии Вячеслава Ведимировна. Пожалуйста, Анастасия Вячеслава Ведимировна. Смыска Афганда Расселия Анастасия Владимировна, 1994 года рождения гражданка Российской Федерации. В 2016 году окончила инфраструктуру Российского университета Друзья народа по направлению фундаментальной информатики и информационной технологии. С 2018 по 2021 обучалась в аспираторе РУДН по программе «По программе стоп-научно-научно-экономические кадры» по направлению 02-06-01 «Компьютерные информационные науки профиль учтительной математики» и была прикреплена в 2020 году для сдачи кандидатских экзаменов по направлению 02-06-01 «Информатика и учтительная техника», соответствующему научной специальности 1-2-3 «Теоретическая информатика и кибернетика». Дороселия Анастасия Валерьевна. В период подготовки к диссертации взял ассистенту кафедры прикладной информатики и теории вероятности РУДН и работают в настоящей диссертации, выполненную на кафедре прикладной информатики и теории вероятности, фунтетов физико-математических и естественных наук Федерального государственного образовательного учреждения высшего образования Российский университет Дружбы народов, министерства науки и высшего образования Российской Федерации, научный руководитель СОПИН и Дороселия, в результате физико-математических и наук ФСЭН, в Кафедре прикладной информатики и теории вероятности РУДН. Материалы личного дела и документы предварительной экспертизы соответствуют требованиям положения по свидетельству в российском университете Дружбы народов. Все документы имеются в аттестационном деле. Спасибо, Армисий. Будут ли вопросы в связи с соглашением документов? Если вопросов нет, тогда слово предоставляется соискателю для доклада. Пожалуйста, не более 20 минут. Уважаемый председатель, уважаемые члены союзных совета, уважаемые участники заседания, представляю вашу вниманию доклад, выполненный материалом диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности теоретическая информатика и гибернетика, выполненный под руководством кандидата физико-математических наук, к доценту Собину и Дарту Сергеевичу на тему моделей и анализ показателей эффективности механизмов вытаски трафика в битрогенном беспроводном сетях. На сайте представлено содержание диссертационной работы, состоящее из трех глав. В первой главе описаны особенности технических систем, модели которых были разработаны в диссертационной работе. Также был проведен анализ механизма с диплометрическим критерием выгрузки в систему туманно-облачных вычислений. Во второй главе был проведен анализ модели выгрузки мобильных вычислений с диплометрическим критерием выгрузки. И, наконец, в третьей главе был проведен анализ модели выгрузки трафика в беспроводной сети в нелицензированный диапазон. Целью данной работы является разработка и анализ модели для расчета показателей эффективности механизмов выгрузки задач в модельных вычислений и выгрузки ее трафика в гитрогенном беспроводном сетях. В рамках данной цели решаются две задачи, представленные на слайде. С вашего позволения зачитывать их не буду. На слайде сформулированы положения, выносимые на защиту, представленные по главам. Комментируйте их в поделесе ввода вклада. Начнем с первой главы. А именно с моделью выгрузки в системе туманно-облачных вычислений. Сравнивая с облачными вычислениями, туманное вычисление благодаря своей приближенной структуре, конечному потребителю, является хорошим решением для критичных по времени отклика в ресурсию елких приложений. Таким образом, в работе рассматривается схема выгрузки мобильных вычислений, состоящая из узла туманных вычислений и узла облачных вычислений. Мобильные устройства запускают ресурсы елкие приложения, которые соучить, генерируемый поток задач. Часть задач выгружается в узел туманных вычислений, который обладает, однако, ограниченной елкостью и может произойти перегрузка. В этом случае выгруженная задача может быть перенаправлена на узел облачных вычислений. Также, стоит отметить, что время отклика тогда у нас увеличивается, поскольку появляются задержки передачи в узел туманных и узел облачных вычислений. Для регистрации задержек на слайде представлены диаграммы. Каждая задача характеризуется требуемым объемом вычислений. Для этого вводится случайная величина double weight. Это случайная величина объема вычислений, необходимых для выполнения задачи на этом облачном устройстве. Задача выгружается в узел туманных вычислений с вероятностью π и t. Если объем вычислений у нас превышает пороговое значение W со звездочкой и обрабатывается локально в обратном случае. Если поступившая задача обнаруживает, что на узел туманных вычислений недостаточно виртуальных машин, она перенаправляется на узел облачных вычислений с вероятностью πm плюс 1. Задержки передачи от мобильного устройства на узел туманных вычислений, а также с него на узел облачных вычислений, считаются постоянными и обозначены за текты 1 и текты 2 соответственно. Для вычисления характеристик модели использовался метод декомпозиции, поскольку у нас большая комплексная система, включающая множество узлов. Мы предполагаем, что все они работают независимо друг от друга, и характеристики вычисляем один и для каждого узла. В диссертации было доказано утверждение 1.1 в функции времени обработки задач, обслуживаемых локально, обслуживаемых в узле туманных вычислений и в узле облачных вычислений. А также были получены функции распределения временем отклика этого мобильного устройства и среднее время отклика. Перейдем к численному анализу характеристик. Мы предполагаем, что в радиусе действия одного узла туманных вычислений находится 20 мобильных устройств. Параметры сценария исследования представлены в таблице на слайде. Были исследованы поведения характеристик среднего времени отклика и вероятности того, что среднее время отклика превышает какое-то определенное заранее заданное пороговое значение Т со звездочкой. На левом рисунке красными точками показаны локальные минимумы оптимального распределения нагрузки относительно среднего времени отклика. Перейдем к главе 2. В рассмотренную ранее модель в главе 1 здесь добавляем еще один дополнительный параметр. Это порог объема данных. Для этого вводится дополнительная случайная величина S и T. Это случайная величина объема вгружаемых данных на узел туманных вычислений. Соответственно, также меняется правило выгрузки. Задача вгружается в узел туманных вычислений, если объем вычислений превышает пороговое значение W со звездочкой и объем данных для выгрузки меньше порогового значения S со звездочкой. Также забыл отметить, что случайная величина объема данных S и T и объемы вычислений W и T считается независимыми случайными величинами с функциями распределения большие W и T и S и T. В диссертации было доказано утверждение 2.1 о функции распределения объема и временной вычислений в локально обслуживаемых заявок при предположении о том, что исходные случайные величины имеют гамма-распределения. Также были получены пояс времени вычислений на этом узел. Если задача выгружается в распределённую вычислительную систему, то она сначала передаётся по беспроводной сети в узел туманных вычислений. В диссертации было доказано утверждение 2.2 о функции распределения размера передаваемого файла и преобразовании вопроса теплеса о распределении времени передачи в беспроводной сети. Аналогично были доказаны утверждения 2.3 и 2.4, что функция распределения объема и вычислений задач и ПС распределения времени обслуживания в узел туманных и в узел облачных вычислений и вычисляются по формулам 2.7 и 2.8. Получив ПС распределения времен обслуживания для всех компонент, можно оценить ПС общего времени отфлика, который вычисляется по формуле 2.9. Кроме того, стоит отметить, что в сценариях развертывания систем туманных вычислений часто большое значение имеет вероятность непревышения времени облика заранее какого-то некоторого определенного порогового значения. Здесь вычисляемо оно через функцию распределения полученной памяти. Кроме того, было получено среднее потребление энергии итом мобильным устройством, которое в себя включает потребление энергии при локальном обслуживании заявки и потребление энергии при ее передаче в узел туманных и в узелах вычислений. Чтобы найти минимальное потребление энергии при заданных ограничениях на среднее время отклика и вероятность превышения времени отклика порогового значения, у вас сформулирована задача минимизации потребления энергии, как показано в системе 2.13. Для численных расчетов рассматривалась система с 20 мобильными устройствами в градусе действия одного узла туманных причислений и пороговое значение Т со звездочкой принимает значение 0.9. Внизу представлен график зависимости вероятности превышения времени отклика порогового значения Т со звездочкой от порогов времени от порогов объема вычислений для разных порогов объема данных. Также внизу в таблице представлено решение задачи минимизации из системы 2.13. Перейдем к третьей главе. Здесь рассматривается сценарий выгрузки трафика из лицензированного спектра, традиционно используемого мобильными операторами, в нелицензированную для увеличения емкости сети. Он представлен на рисунке слева. Математическую модель мы упростили данный сценарий и системная модель была представлена в виде схемы, изображенной на рисунке справа. Модель состоит из двух компонентов. Обслуживание трафика в лицензированном диапазоне описывается ресурсной системой массового обслуживания. Это модель 1. Модель 1 используется для получения таких характеристик, как вероятность потери, вероятность выгрузки и распределение требований к ресурсу вгружаемой заявке. Конкурирование запросов к доступу к общей среде описывается цепью Маркова. доступ к среде в нелицензированном аспекте. Описывается цепью Маркова и используется для вычисления характеристик, как вероятность успешной передачи, распределение скорости в нелицензированном диапазоне и вероятность того, что эта скорость будет ниже требуемого порога. Перейдем к модели 1, модели выгрузки трафика в виде ресурсной системы массового обслуживания, схема которой представлена на рисунке справа, рисунок 3.3. Обозначения и параметры системы представлены и кричитены на слайде. Мы исследуем следующие характеристики, как вероятность потери заявок, вероятность выгрузки заявок на нелицензированный диапазон и распределение требований к ресурсу вгружаемых заявок. Для данной модели систем стационарного распределения вероятности вычисляется выражением 3.2. Далее получили стационарные вероятности и, используя рекуррентный алгоритм, были получены вероятности блокировок заявок, а также вероятность выгрузки заявок на нелицензированный диапазон. Это формула 3.5. Также было доказано утверждение 3.1, что распределение требований к ресурсу вгружаемых заявок рассчитывается по формуле 3.6. Перейдем теперь к модели 2, которая описывает конкуренцию устройств за доступ к общей среде передачи на нелицензированном диапазоне. Построенная модель в виде цепи Маркова описывает изменение состояний передающего устройства при успешной и неуспешной попытке передачи. В формуле 3.7 показано, как вычислить вероятность успеха при попытке передачи. Также было доказано утверждение 3.2, что вероятность того, что устройство совершит попытку передачи в заданном временном такте и вероятность коллизий является решением системы нелинейных уравнений. 3.8. Далее, используя полученные характеристики на предыдущем слайде, можно получить вероятность успешной передачи устройств, как показано в форме 3.9. Мы вводим также дополнительную случайную величину, случайную величину скорости передачи данных на нелицензированном диапазоне частот. Данная случайная величина является линейной функцией от случайной величины спектральной эффективности с распределением, полученным в модели 1. Также была получена средняя скорость передачи достигаемого устройства в нелицензированном диапазоне и, зная данную скорость, данную характеристику, можно оценить вероятность снижения скорости ниже требуемого порога. Формула 3.11 Перейдем к численному анализу показателей, характеристик, которые были получены в данной главе, исходные параметры представлены на таблице справа. На рисунках представлены зависимости вероятности успешной передачи и скорости, достижимой на инициированном диапазоне от интенсивности поступления заявок. Таким образом, в северации получены следующие основные результаты, которые тоже сформулированы и также сформулированы в автореферации. На данном слайде представлена научная новизна результатов, где мы показываем отличия от известных ранее моделей и исследуемых результатов. И под конец список основных рефрикаций в сервисе сформулированных. На этом доклад закончен, готовы выслушать вашу информацию. Спасибо. Не сожжитесь пока еще. Какие будут вопросы к соискателю, что-то, пожалуйста. Спасибо. Почтаю, Ирина Андреевна, доцент проектированной форматикой и генеральной студии. Анастасия, не могли бы вернуться к слайду, по-моему, 15-му, это третья глава, где вы показываете модель 1. Да, спасибо. Не могли бы пояснить поподробнее, от чего появилось два входящих потока и почему два разных требования к ресурсу возникли. Спасибо. Большое спасибо за вопрос. Как вы отметили, у нас, естественно, есть два потока к соответственному распределению. Я, наверное, отмотаю даже чуть-чуть пораньше на эфициальную систему модели. Произошло это из-за того, что из-за технических особенностей радиус покрытия зоны покрытия нелицензированного диапазона как правило меньше, чем радиус покрытия лицензированного диапазона. заявки, которые находятся внутри данного круга могут быть выгружены на нелцензированный диапазон. а заявки, которые находятся в кольце зеленом внешнем, они не могут быть выгружены. Соответственно, они будут теряться. и также тут стоит отметить, что когда устройство находится в радиусе действия нелицензированного спектра, он находится ближе к базовой станции и, соответственно, для тратится меньше ресурсов на поддержание той же самой скорости. И, соответственно, из вот этих особенностей было разделено на первый тип и второй тип. Ответим ли я на ваш вопрос? Большое спасибо. Большое спасибо за вопрос. Есть ли вопросы? Елена Васильевна, пожалуйста. Прочитаю для одновок Анастасия на 13-м слайде. Это вторая глава, там, где у вас двухпараметрическая модель. Рисунок 2-2. Здесь для вероятности приведены кривые, но вот для некоторых значений параметров у вас они монотонны, а одна из кривых имеет локальный мин. С чем связано такое неодинаковое поведение кривых? Давайте начнем с прямой линии. когда пороговое значение для объема данных у нас небольшое, это номер 2. У нас получается, что по правилам выгрузки мы выгружаем на узел туманных вычисленных только то, что у нас в объеме данных меньше порогового значения с со звездочкой, а поскольку здесь оно получается очень маленькое, то получается все остается на мобильных устройствах. И из-за этого порог объема вычислений почти никак не влияет. И в связи с этим получается большая нагрузка на мобильные устройства, все аккумулятор батареи. Когда мы начинаем увеличивать порог объема данных, у нас уже есть возможность выгрузить на узел туманных вычислений и получать вот такая кривая. Когда у нас пороговое значение для объема вычислений небольшое, у нас все по правилам нашего прописанного выгрузки остается на обработку в узел туманных вычислений, но из-за этого происходит очень большая перегрузка. И когда мы начинаем увеличивать пороговое значение, у нас образуется некоторая балансировка и находится оптимальное значение, допустим, где-то примерно 1.4 при пороговом значения 1.4 объема вычислений у нас достигается оптимальное распределение выгрузки относительно вероятности того, что время выклика превысит относительно среднего времени выклика. спасибо, я поняла. То есть это точка баланса. Дмитрий пожалуйста, не сядьте на телефон. Слово предоставлять научному руководителю Сопин и Дарвис Сергеевич. Только о работе не надо ничего формулы не надо диссертации не надо только о самом соискателе и о его работе. Хорошо, спасибо большое. С Анастасией Валерьевной мы начали работать еще с третьего курса университета. Начали мы с курсовых работ и прошли довольно такой милый путь, включая диплом бакалавра, диплом магистры. Теперь мы зашли до комбинации диссертации. У меня есть надежда и все основания полагают, что это не конечный пункт, а только некоторая промузичная точка в ее пути к логе. Анастасия проявила себя во время обучения студенту, будучи еще и аспирантом, очень целеустремленной, в том числе даже в таких моментах, как в какой-то мягкий она очень заинтересовалась культурой Японии и взяла и выучила японский язык, а потом еще китайский и корейский, что конечно очень помогло в том числе в университете дружбы народа при общении со студентами. В том числе когда ей захотелось съездить в Японию по обмену поучить санаторий сама нашел университет, сама прошла семь кругов скажем так бумажной лакиты, добилась всего и съездила на полгода по обмену поучиться в Японию. и после этого захотел учиться аспектуре. Вернулась в Россию и здесь видимо ей понравилось больше. Соответственно в науке она проверяла ту же самую целеустремленность и многое свидетельств о том, что в том числе во время аспиран-про она была получателем стипендии президента практически начиная со второго года обучения и до самого конца. Она была участником нескольких детских проектов, грантов РФФ и РНФ. В рамках написания диссертации она освоила довольно разнообразный ряд математических методов. Поэтому я считаю, что она является уже сложившимся молодым ученым. Она ведет довольно плотную работу со студентами. То есть она с самого первого курса обучения студентов ведет семинары. сначала в рамках естественной научной практики аспирантов. Сейчас уже в статусе ассистента кафедры. Поэтому я прошу уважаемых членов совета поддержать работу и с искать. Спасибо. Спасибо. Есть ли вопросы к Эдуарду Сергеевичу? Вопросов нет? Садитесь, пожалуйста, Эдуард Сергеевичу. Тогда попросим Сею Вячеславовну зачитать отзывы на авторы диссертацию, которые поступили в наш диссерт сумасшедший. Пожалуйста, Настя. В деле имеется заключение организации федерального государственного экономного образования учреждения высшего образования российских университетов процесса содержания заключения положительных. Также в совет вступило три отзыва на автореферат. Все отзывы положительные. Если вы не против, я полностью зачитывать не буду. Первый отзыв поступил от Пучерявого Андрея Евгеньевича, доктора технических наук, профессора заведующего капитана сети связи и передачи данных Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникации имени профессора Пучерявича. В отзыве отмечена актуальность и новизна происходимого исследования, а также его практическая значимость. Отзыв содержит замечания об отсутствии шуток некоторых используемых сокращений по тексту, например, НР, и наличие некоторых неточностей и опечаток. Второй положительный отзыв поступил от Сухомлина Владимира Александровича, доктора технических наук, профессора, заведующего лабораторией открытых информационных технологий факультета ВМК Московского государственного университета имени Ломоносова. Отзыв содержит описание решаемых диссертаций задач, отмечена актуальность темы исследования и новизна полученных результатов. Отзыв содержит замечания о сложности описания рисунка 1 и о частичном отсутствии указания ограничений назначения ДЦИ в некоторых формулах в главе 2. Третий положительный отзыв поступил от Моисеева Александра Николаевича доктора физико-математических наук доцента заведующего кафедры программной инженерии национального исследовательского Томского государственного университета. Отзыв содержит характеристика диссертации и актуальность решаемых и задач. Отзыв содержит следующее замечание первое замечание выбора системы некоторых переменок в частности в третьей главе В вводится как минимальное значение окна однако до этого во второй главе В и ТАТХ сводилось распределение объема вычислений и 2и и еще замечание к отсутствию в иммирации некоторых помощей. Большое спасибо. Пожалуйста вам предоставляется слово для ответа на автореферации и диссертации. Пожалуйста. Отзывы не было отзыва? Нет у вас в диссертации не было отзыва только на автореферации. Благодарю уважаемых писал за внимание к моей работе со всеми замечаниями полностью согласны. Сколько на всех? Хорошо, хорошо. Есть ли вопросы по ответам на замечания? Нет? Вопросов нет? Это по-японски или по-китайски такое ответ. Тогда давайте перейдем к заслуживанию отзывов официальных оппонентов. Слово предоставляется первому оппоненту доктора технических рук Степанова Сергея Николаевича. Сергей Николаевич, если вам удобно, можете с места если хотите. с места, с места. С места, с места. А я не первый оппонент. Великим Александр Израилевич отсутствует, поэтому его перенесли на последний. Ясно. Хорошо, спасибо большое. Уважаемые члены диссерпционного Общение там в алфавитном порядке. Уважаемые члены диссерпционного совета, доклад соискателя был очень хороший, на мой взгляд, подробный, и поэтому я не буду останавливаться на главах работы, они все отражены моим письменным отзывом. Я просто несколько слов скажу об архивальности темы и прочитаю там те положения, которые требуются огласить вслух, чтобы защита была закончена успешно. Ну, объектом исследования диссерпционной работе является механизм выгрузки трафика в гетерогенных беспроводных сетях. Значит, выбранное направление исследований, на мой взгляд, обладает несомненной актуальностью, поскольку она позволяет обеспечить операторов возможности достичь заданной характеристики качества обслуживания поступающих заявок за счет перемашетизации потоков трафика в те места, где ресурс есть, если его тут не было, маловато, либо в те места, где ресурс более дешевый. Это тоже важная часть работы операторов. Так что тем самым мы получаем возможность получить заданное качество обслуживания, не увеличивая, не покупая ресурс в том месте, где оператор работает. Я хочу сказать, что сама эта проблематика выброски трафика, как она сейчас называется, или там период эстетизации, она известна в литературе по телевизору. Телетрафика довольно давно, она, ну, скажем, справочные информационные центры, институционные центры, они в случае перегрузки, когда получают большие потоки заявок, могут их перемаркетизировать там в те места, другие колл-центры, которые в данный момент там не свободные ресурсы, тем самым заявки будут обслужаны. Это одна из составляющих их операционной деятельности, вот служба там что-12 там и так далее. Ну, вот, несомненная заслуга соискателя состоит в том, что она развела этот метод на современный трафик, современный трафик, который обладает свойством гидрогенности, неоднородности, заявки разные, вот она там вела термины легкий трафик, тяжелый трафик, дифференциация обслуживания, она уже требуется более утонченной выгрузки, разные сценарии появляются, все это несомненно, надо отразить какие-то реалии технологий мобильных сетей, все это усложняет анализ математический, но, тем не менее, со всеми этими проблемами сыскатель справился, на мой взгляд, очень успешно и показал все те как бы эквалифационные признаки, которые кандидат наук должен обладать, потому что, как мы слышали во время выступления докладчика, разные проблемы были, разные модели появились, разные методы были применимы, как численные, так и математические доказательства пришли, так что, я думаю, все это в полном объеме имеется. Что я хотел сказать, ну вот, теоретическая значимость работы заключается в создании прикладных математических моделей для анализа системы выгрузки вычислений и трафика, особенно ценность представляет то, что предложенные модели результаты исследования представляют необходимые возможности для качественного сравнения различных механизмов выгрузки. То есть, сценарий никогда не бывает один, но если мы хотим сравнить несколько сценариев, мы должны сравнить числа, да, эти числа можно получить только с помощью модели. и вот этот численный анализ в смысле исследования свелось не только к численному анализу, но также к получению явных выражений, что в принципе довольно тяжело науке нашей получить явные формулы, если крайне редко создается. Они все уже были получены раньше. Ну, так что также стоит отметить, что разработанные методы, аналитические результаты, они могут быть использованы операторами, как я уже говорил, поскольку операционная деятельность требует таких быстрой реакции на перегрузку и как справиться с ней. самый простой способ это выводить трафик куда-то, там, в те места, где он может быть обслужен и не потерян. По теме диссерционного исследования опубликовано 12 работ, в том числе в изданиях рекомендованных БАК РФ в списке дан КРУДН 8 изданий входящих в базу данных КОПУС и ВОЗ. Результаты прошли необходимую апробацию и докладывались на международных конференциях и семинарах. Ну, как уже было сказано, эти исследования были, выполнялись в рамках работы Российского фонда фундаментальных проектов Российского фонда фундаментальных исследований. Несколько замечаний у меня имеется. Первое замечание. В главе 1 иллюстрация 1.14 содержит сокращения на английском языке, часть из которых не приведены в описании под рисунком. В списках основных сокращений диссертации они присутствуют и в тексте содержится достаточная информация об этом, но сами сокращения также стоило ввести в текст под рисунком в полном объеме. Второе замечание. В главе 3 формулы 3.13 и 3.4 стоило записать в виде одной системы вместо двух отдельных формул. Третье замечание. В диссертации имеются опечатки и стилитические недоработки. Следовало дополнительно провести вычетку документа. Так, например, достаточно часто используется дефис межфитерен. Также присутствует несогласование падежей. Ну и последнее четвертое замечание тоже относительно оформления. Значит, буква «Ж» используется в формулах 2.5 и 2.6 как функция распределения, обозначение функции распределения в записи системы массового обслуживания для определения общего типа потока. А в третьей главе как функция рекуррентного чтенияного алгоритма. Возможно, следовало бы ввести дополнительное обозначение, чтобы избежать путаницы. Отмечу, что указанные недостатки не снижают научную ценность полученных в диссертационной работе результатов. Заключение. Диссертационная работа дорослили Анастасии Валерьевны на тему «Модель и анализ показателей эффективности механизма выгрузки трафика в гетерогенных беспроводных сетях является законченная научно-конституционной работой, содержащей новое решение актуальной задачи по управлению трафиками и ресурсами базовых станций в беспроводных сетях. Работа соответствует требованиям проявляемой диссертации на суткании ученой степени кандидата физико-математических наук согласно пункту 2.2 раздела 2 положение присуждения ученых степеней Федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования Российского университета дружбы народов утверждено ученым советом ВДН протокол номер 12 от 23.09.2019 А ее автор Дороселья Анастасия Валерьевна заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 1.2.3 теоретическая информатика кибернетика Спасибо Большое спасибо Сергей Николаевич Есть ли вопросы к Сергею Николаевичу? Нет вопросов тогда слово для ответа официального оппонента предоставляется искать его Благодарю за положительный отзыв все изначально вы можете согласиться Удовлетворение для официального оппонента Спасибо Спасибо Тогда слово предоставляется другому следующему оппоненту кандидата физико-математических наук Анастасия Владимировна Горбуновой Пожалуйста Прежде чем приступать к непосредственному изложению текстов отзыва по диссертации хочу поздравить Эдуарда Сергеевича с защитой теперь его уже второго ученика Это замечательная тенденция Очень за вас рада Ну и вообще как мне кажется защита диссертации это всегда очень волнительное событие Ну не только для самого соискателя но и как мне кажется прежде всего для его научного руководителя Ну и могу признаться честно что в том числе и для меня потому что здесь присутствует общий для нас Эдуард Сергеевич учитель научный руководитель по нашим кандидатским диссертационным работам большой ученый человек с большой буквы Константин Евгеньевич Самуев Ну для начала хотела бы сказать несколько слов о своих таких общих впечатлениях непосредственно после прочтения диссертации Ну на мой взгляд диссертационная работа действительно выполнена на очень достойном уровне по нескольким причинам Ну во-первых чувствуется ну просто ощущается что была проделана действительно серьезная работа с первоисточниками с литературой по теме выбранной научной проблематики Довольно хороший и ясный стиль изложения что собственно немаловажно Отчетливо прослеживается логическая связь между всеми главными диссертацией широко используются возможности математического аппарата при теоретическом анализе исследуемой задачи ну и наконец все общие выводы целиком и полностью соответствуют всем поставленным задачам ну что собственно и должно быть Что касается актуальности темы диссертационного исследования то несмотря на то что об этом сегодня уже говорилось все-таки позволю себе небольшой комментарий к настоящему времени действительно достаточно высокую популярность приобрели системы а соответственно и технологии удаленной и распределенной обработки а также хранения данных эта тенденция начиналась с предоставления конечным пользователям облачных платформ услуг и инфраструктур однако значительное увеличение разнообразия оказываемых операторами сотовой связи услуг привело к выделению из области облачных услуг туманных ограниченных вычислений как отдельных систем одним из объектов исследования диссертации является процесс выгрузки вычислений с пользовательского устройства на сервер туманных вычислений благодаря этому процессу происходит увеличение скорости самих вычислений ну и экономия различного рода затрат устройств на обработку данных другой задачей решаемой в диссертационном исследовании является выгрузка трафика с полос оператора на нелицензированный спектр. Действительно, вопрос нехватки полос, частот при непрерывном росте мобильного трафика продолжает до сих пор оставаться актуальным. В диссертации предложено задействовать имеющийся в нелицензированном диапазоне спектр частот для выгрузки трафика с частот оператора и исследовать эффективность такого рода системы при различных механизмах выгрузки. Основным инструментом исследования построенных математических моделей является математическая теория телетрафика, как одна из ветвей теории массового обслуживания. В силу всего вышесказанного могу сказать, что тема диссертации является по-настоящему актуальной и соответствует паспорту специальности. С позволения диссертационного совета я хотела бы опустить другие характеристики диссертации и перейти к изложению обязательной части ее, в частности, к замечанию. Итак, по диссертационной работе имеются следующие замечания. Первое. В работе имеются отпечатки и отсутствуют некоторые выводы по главам. В главе 1 в описании к рисунку 1.7 следовало бы указать проектории движения задачи от узла к узлу, описать и показать, когда задача является решенной и привести маршрутную матрицу. Следующее. В разделе 1.3 численные результаты для вероятности успешной передачи, полученные аналитически, сравниваются с результатами, полученными с помощью компьютерного моделирования. Однако в тексте диссертации отсутствует описание особенностей проведения компьютерного моделирования и не указана вычислительная среда для разработанных программных средств. Следующее. В главе 3 при пояснении радиусов покрытия на странице 63 следовало выдавать рисунок, соотносящийся с текстовым пояснением. Далее. Для формулы 3.36 стоило в явном виде указать источник и рассматривание сценария распространения сигнала. И последнее. В списке обозначений отсутствуют введенные в главе 3 R11 и R12 2 S со звездочкой и некоторые другие. Также есть ряд замечаний по выбору символов для обозначений. Однако отмеченные недостатки не снижают научную целость полученных диссертаций результатов. И сама работа соответствует всем требованиям, предъявляемым диссертациям на соискание ученой степени к кандидату физико-математических наук. Ее автор, Зараселия Анастасия Валерьевна, заслушивает присуждение ученой степени к кандидату наук. Спасибо. Спасибо. У нас сегодня есть ли вопросы к кандидату? Нет? Тогда, пожалуйста, садитесь. Прошу ответить специально-кандидатуру. Благодарю за обозначение. Со всеми замечаниями полностью согласны. Хочу прокомментировать второе замечание. Эмоционное моделирование проводилось методом Нон-Та-Кава. Эмоционная модель была написана на языке программирования Python. На этом все. Спасибо. Доктор, официальный оппонент ответил. Да, большое спасибо. У нас отсутствует третий оппонент, доктор физико-математических наук, Зайхман Александр Израилевич. Но в деле есть его отзыв. Поэтому я прошу Анастасию Вячеславовну зачитать отзыв официального оппонента. Отзыв официального оппонента на диссертационную работу Дороселя Анастасии Валерьевны, модели и анализ показателей эффективности механизмов выгрузки трафика в гетерогенных беспроводных сетях, представленную в защите ПДС-2096 на базе Российского университета группы народов на сыскание ученой степени капитата физико-математических наук под специальностью 1.2.3 теоретическая информатика и кибернетика. Актуальность темы диссертационной работы. В настоящее время телекоммуникационные компании разрабатывают и внедряют все больше новых мультимедийных услуг и приложений, требующих больших объемов ресурсов скорости передачи. В связи с растущими требованиями современных устройств, современные устройства и технологии работают в условиях перегрузки. И все чаще в коммуникационных сетях рассматривается концепция выгрузки. Одним из основных направлений реализации этой концепции является выгрузка мобильных отчислений в систему туманно-облачных вычислений. Благодаря размещению вычислительных узлов на границе сети туманное вычисление является эффективным решением с точки зрения времени отчика. Однако они не обладают ресурсами облачных дата-центров, поэтому легко перегружаются. В связи с этим возникает необходимость разработки модели выгрузки мобильных вычислений в туманно-облачную инфраструктуру для оценки времени отчика. Второе направление выгрузки трафика из лицензированного СБЭК-3600 не лицензировано для включения емкости в сети. Данная технология выгрузки была недавно включена в стандарты пятого поколения консорциума 34GPP. В связи с этим актуальна разработка и анализ моделей с использованием данной технологии. Для решения таких задач может быть использован аппаратом математической теории телетрафика. Через построение анализ моделей массового обслуживания можно проводить анализ доли мобильных вычислений и трафика для выгрузки гидрогена без проводных сетей. Это позволяет проводить анализ моделей сети и управлять параметрами конферкурации инфраструктуры. Ввиду высшей и сложного считаю, что тема диссертационного исследования Анастасии Валерьевны является актуальной и соответствует паспорту специальности 1.2.3 теоретическая информатика и гибернетика. Дальше дана характеристика содержания работы. Диссертация включает в себя введение, три главы заключения, список обозначений, сокращений и библиографию. В введении обоснованы актуальность диссертационного исследования, сформулированы цели исследования, приведены основные положения работы. В первой главе рассмотрена базовая математическая модель выгрузки и мобильных задач, распределенную вычислительную среду туманных и облачных вычислений на основе порогового значения объема вычислений. Построена базовая математическая модель выгрузки трафика, ныне лицензированы спектры. Описание проведено в терминах систем массового обслуживания, определены задачи диссертационной работы. В второй главе проводится анализ расширенной модели выгрузки мобильных вычислений на основе порогового значения объема вычислений и объема данных. Приведен анализ распределения времени отрика в условиях выгрузки. При анализированы оптимальные пороги криперрию выгрузки. В третьей главе проводится анализ расширенной модели выгрузки трафика в сетях пятого поколения на нелицензированный спектр с использованием ресурсных систем массового обслуживания и цепи Маркова. Сравниваются три механизма выгрузки, полученные вероятность и временные характеристики, как вероятность того, что скорость достижимая на устройстве ниже требуемого порога, вероятность успешной передачи данных устройств, на вероятность потери заявок. Расчет характеристик проводится с помощью рекуррентного сверточного алгоритма. В заключении определены основные результаты диссертационного исследования. Достоверность и новизна результатов диссертации. Достоверность теоретических результатов, полученных в главах 2 и 3 диссертационного исследования, обоснованных приведенными доказательствами внутри утверждений. При этом достоверность численных расчетов утверждается при анализе частных случаев исследованных моделей и методов решения, для которых известны. В главе 1 достоверность научных выводов подтверждается выбранными методами исследования, которые заключаются в применении опробированного математического аппарата теории массообслуживания маркерских процессов, а также численными экспериментами, показавшими соответствие результатов расчетов по аналитическим формам приближенного и точного подхода с результатами иммиграционного моделирования. Диссертация содержит новые научные результаты, изложенные в каждой из трех глав. Построенная в первой главе модель выгрузки мобильных вычислений в систему туманно-волочных вычислений отличается тем, что была учтена неоднородность задач по объему необходимых вычислений. Построенная во второй главе расширенная модель учитывает, как и объемы вычислений, так и объем данных необходимых для передачи в случае выгрузки с мобильного устройства. Построенная в третьей главе модель выгрузки трафика из лицензированного спектра сети пятого поколения на нелицензирование позволяет определить долю выгружаемого трафика и рассчитывать на распределение скорости передачи, степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций с формулированных диссертацией. Обоснованность полученных результатов подтверждается строгими математическими доказательствами, использующими методы теории вероятностей, теории массового поколения, теории марковских процессов. При анализе построенных моделей использованы апробированные математические методы исследования и известные пакеты прикладных программ, в том числе это языка программирования Python, а также среда вольф-проматематика для решения математических задач. Ценность для науки и практики результатов работы. Результаты, полученные в работе, имеют теоретическую и практическую значимость. Теоретическая значимость диссертации заключается в применении теории массового обслуживания при создании математического аппарата для анализа вероятностей обвиненных характеристик, таких как вероятность потери, вероятность выгрузки заявок, распределение требований к ресурсам выгружаемых заявок, вероятность успешных передач, вероятность достижения скорости передачи ниже требуемых порогов при разновлении лак-класса стильфиеса времени отклика и вероятность того, что время отклика меньше порогового значения времени для оптимальных пороговых значений, объема данных и объема вычислений. Практическая значимость состоит в том, что разработанные алгоритмы расчета вероятностно-временных характеристик могут применяться мобильными операторами при фланировании гетерогенных беспроводных сетей для предоставления требуемого качества услуга. Основные результаты изложены в 12 работах, 2 из них в перечнях СВАК и перечне РУДН, 8 в изданиях Web of Science и Скопус. Содержание авторефератов полностью соответствует основным положениям диссертации и замечаниях по работе. По работе имеются следующие замечания. В главе 1, раздела 1 и 3 упомянуты параметры внешних локаторов, в вычислении которых представлено параметризация системы только в 3 главе. В главе 2 и 3 часть утверждений являются полноценными теоремами, что целесообразно было бы отразить в работе. Имеется значительное число опечаток, некоторые из которых затрудняют понимание соответствующего содержания. В актере феррате термин при образовании локласа стиль Тьеса и ПЛС используются независимо от друга, что также затрудняет восприятие. В работе решаются задачи, связанные с оптимизацией, но соответствующие теоретические обоснования отсутствуют. Отмеченные недостатки не снижают научную ценность, полученные в диссертационной работе результатов. И заключение. Диссертационная работа Тераселя и Анастасии Валерьевны на тему моделей и анализ показателей эффективности механизмов выгрузки трафика гетерогенов в спроводных сетях является законочной новостью информационной работы, содержащей новое решение актуальной задачи по управлению графиком и ресурсами базовых станций в беспроводных сетях. В работе соответствует требованиям предъявляемой диссертацией на сискание ученых-технических кандидатов физико-математических наук положения по суждению ученых степеней в российском университете и дружбе народов, утвержденного ученых-советом РДН, протокол номер 12 от 23 сентября 2019 года. Ее автор Дана Селия Анастасия Валерьевна заслуживает в суждении ученых степеней кандидат физико-математических наук по специальности 1, 2, 3 теоретическая информатика и гетерогенетика. Официальный фонент Зевин Александр Игранович, доктор физико-математических наук, профессор Вологодского государственного университета. Спасибо, Анастасия Вячеславовна. Прошу ответить официально на вопрос. Я согласна с замечанием, я хочу прогнозировать замечание у них четыре. В инструкционной работе действительно решается задача реализации, потребления энергии. Задача относится к целочисленному программированию. В связи с небольшой размерностью пространства состояния решалась она простым перебором. Поэтому теоретическая основа у нас не приводилась. Спасибо. Спасибо. Теперь по регламенту мы должны перейти в дискуссию. Кто хочет выступить в дискуссию? Я за всем портаю. Рожа вас, как бы я считаю, господин. Спасибо, коллеги. Про Настю ясно сказал мученик Софин, Эдуард Сергеевич. Я хотел бы добавить, что вообще говоря, в свое время перед пандемией ее приглашали учиться в Королевский университет Стокгольм, она прошла все в аспирантуру, но пригласили, но она по семейным обстоятельствам не смогла просто поехать. Это первая часть. Когда Эдуарду понадобился ассистент на кафедре, он читает потоковые лекции большие по дискретной математике, вот предложили это сделать Анастасии, и она является ассистентом Эдуарда Сергеевича. Работу скажет. То есть я считаю это положительными моментами. Есть точки роста у нее, конечно, как всегда. Ну, вообще, надо отвечать на вопросы. Не соглашаться, то можно попасть на какой-нибудь это самое, такой вопрос, на который требуется ответ. Ну, коротко скажу про модели. Кажется, внешнему слушателю по отношению к специальности, что человек рассматривает три модели. На самом деле, объект один, это традиция нашей специальности, что мы с разных сторон это осматриваем, хотя методы, там видно, что это либо марковские процессы, либо цепи Маркова, вероятностные методы. Ну, и потом изменился, к сожалению, паспорт специальности. Ну, коллеги знают, что новые паспорта отличаются иногда химией просто, да? И теперь, например, слова показателей эффективности из этой специальности убрали. Ну, есть слова, но они смешные, потому что заменили на слово распределенные системы. Любые компьютерные системы распределенные по определению, понимаете? Так что мы в Совете ничего не проиграли при этом. Это комментарий по поводу новой специальности, которая теперь раз, два, три, теоретическая информатика. Я поддерживаю защиту. Настя вполне коэффициентный человек. Спасибо. Большое спасибо, господин Евгеньевич. Еще, пожалуйста, ее... Я от членов диссертационного совета выступлю, хотя профессор Степанов тут Анастасии Валерьевне повезло. Член Диссовета является оппонентом. Анастасия очень хорошо рассказала о работе. Я, конечно же, знаю результаты исследований Анастасии Валерьевны, потому что работа выполнена на той же карьере, как я работаю. Тем не менее, я скажу о тех моментах, которые были видны сегодня по докладу. Ну, во-первых, все три модели... Во-первых, это работа, таких сейчас не очень часто выпадаются, которая объединена, где все три главы объединены общей тематикой. И в первой главе речь идет о выгрузке. Критерием для выгрузки является объем вычислений. Во второй главе к этому критерию добавляется еще и объем данных, которые требуется выгрузить. Если их слишком много, то невыгодно куда-то выгружать. То есть, нужно искать тот самый баланс, о котором Анастасия сказала на слайде в ответе на мой вопрос. И в третьей главе там две модели. Одна из них тоже традиционная. Настя работала методами, характерными для школы математической теории телетрафика, действующим руководителем, который является профессор Самулов. И показала нам блестящее владение телеметодами. Но не только эти методы, которые развиваются в нашей школе, но и бантик в этой диссертации есть. Это вторая модель из третьей главы. Модель в виде цепи Маркова, где Настя учла особенности именно современных сетей. Это та актуальность, которая была подчеркнута в отзывах оппонентов. Приложение этих моделей к анализу микроволнов сетей миллиметровых и сетей терагерсового диапазона. Там, где любая помеха, любое экранирование, даже тело человека, проезжающий фургон, грузовик, линии электропередач могут стать препятствием для передачи сигнала. И тогда вот то дискретное распределение числа ресурсных блоков, то есть объема дискретного ресурса, который Анастасия выводит в предыдущих главах, нужно пересчитать в скорость в килобитрах в секунду, который на этом ресурсе получит абонент, конечный абонент, в зависимости от условий радиоканала, в которые попало его мобильное устройство. И вот это Настя тоже показала, и это интересная часть работы, изюминка работы. Ну и неудивительно, что у Насти столько высокоуровневых публикаций. Вот как раз сейчас слайд перед нами работы уровня У1, У2, Скопус. И вот именно приложение к современным задачам и позволило такие публикации сделать. Мне работа очень понравилась, тут, конечно, заслуга научного руководителя Эдуарда Сергеевича, который так поставил задачи, что получилась цельная работа. Но Анастасия со всеми задачами справилась, мы это видим. Поэтому я буду голосовать за и прошу членов диссертационного совета поддержать работу. Спасибо. Большое спасибо. Если еще желающие выступить, пожалуйста. Я стараюсь очень коротко. Мы с Анастасией Валерьевной сидим в одном кабинете, и поэтому я видела, сколько вообще сил и труда, как ее, так и ее научного руководителя было приложено к написанию данной диссертации. Во время всего процесса написания диссертации Анастасия регулярно выпускала высокоуровневые статьи. У нее достаточно большое количество статей Q1 и статей Q2. Также я бы хотела отметить то, что Анастасия является высококлассным программистом, и, помимо всего прочего, при написании статей она отлично разбиралась с самой инженерной частью. Это отмечали наши финские коллеги, то есть как бы нашему направлению математиков это не совсем свойственно. Помимо учебной нагрузки, точнее, помимо научной нагрузки, также у Анастасии достаточно большая учебная нагрузка, как говорил уже Эдуард Сергеевич. И я хотела сказать про ее студентов первого курса. Это первый курс, первый семестр, когда к ней приходят ребята только после школы, которые, в принципе, не понимают еще, зачем они сюда приходят и что здесь делать. И поэтому Анастасии помимо какой-то учебной работы приходится проводить еще и воспитательную работу, с которой она всегда успешно справляется, так как она является строгим, требовательным преподавателем. Студенты ее уважают, иногда даже немножечко боятся. Конечно. И последний пункт, наверное, который хотелось бы отметить, это трудолюбие, с которым Настя подходит ко всем решаемым ей вопросам. И поэтому ей удается достигать больших результатов во всех направлениях. На этом у меня все. Большое спасибо. Большое спасибо. Если желающих больше нету, тогда слово заключительное дается соискать. Всем спасибо. Большое спасибо за внимание. Спасибо, да. Теперь нам нужно провести тайное голосование. Для проведения тайного голосования нам нужно избрать счетную комиссию. Предлагается счетная комиссия в следующем составе Гайдамак Евгения Васильевна, Боголюва Полица Николаевича, Кирилл Евгений Евгеньевич. Возражение есть? Если возражений нет, прошу голосовать, кто за, кто против, воздержался единогласно. Тогда объявляю перерыв для тайного голосования, буквально несколько минут. Не членов Совета прошу выйти, далеко не подлите. Не членов Совета прошу, зачем думать, чем неправильное слово и бросить в грязи. Такой скоростью прочитать невозможно. Ну, выходи, а тут я снимаю. Да. Отцепление. Голосование прошло, прошу. Нет, нет, нет. Это правильно. А, Евгений 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 не проголосовал. Вы ее сейчас считаете. Да, давайте распаковываем, считаем. Да, еще не было ни одного вызова. Все, давайте, я не закасаюсь. Все, прошу всех занять свое место. Прошу всех пройти, пожалуйста. Прошу. Всех прошу зайти. Присаживайтесь, да. Чтобы Бог и закон по нашему лицу. Вы сейчас кто-то есть. Сейчас кто-то есть. Вы сейчас кто-то есть. Вы сейчас все на свыше. Вы же не хотите, где вы отношуете. А, вы можете, когда сказали, вы представьте, что Бог на него, в главе. Что надо будет? Аллине, голосование вообще говорят, да? Что-нибудь. Давайте все. Проголосовали все. Развяжите предоставить слово председателям. Уважаемые члены институционного совета, уважаемые участники заседания, протокол номер один заседания счетной комиссии по защите Доросили Анастасии Валерьевны на соискание ученой степени, кандидат физико-насматических наук по специальности 1.2.3. Теоретическая информатика и гибернетика. Роздано бюллетение 12, осталось не роздано бюллетение 3, оказалось в уровне бюллетения 12. Результаты голосования по вопросу о присуждении ученой степени. За 12, против 0, недействительных бюллетений 0. У меня все. Большое спасибо. Кто за то, чтобы принять протокол счетной комиссии, хочу голосовать. Кто за? Кто против? Воздержался. Принято именно гласно. Теперь нам нужно принять заключение по рассмотренной диссертации. Ой, извините, извините. Заключение всем Рондона. Есть ли у кого-то какие-то замечания, предложения? Принять предложение. Если замечаний и предложений нету, то прошу голосовать за принятие. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Принято единогласно. Таким образом, диссертационный совет установил, что диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук, предоставленная Дороселией Анастасией Валерьевной, является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение актуальной задачи построения и анализа моделей для расчета показателей эффективности механизмов, выгрузки задач мобильных подчислений и выгрузки трафика в гетерогенных беспроводных сетях, имеющие важное научное значение. Работа отвечает всем требованиям диссертациям на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 1.2.3. Теоретическая информатика и кибернетика. Согласно пункту 2.2.2.2. Положение присуждения ученых степеней Федеральным государственным автономным образовательным учреждениям высшего образования Российский университет дружбы народов, утвержденного ученым советом РУДН, протокол номер 12, от 23.09.2019. На основании тайного голосования Дороселия Анастасия Валерьевна присуждается ученая степень кандидата физико-математических наук по специальности 1.2.3. Теоретическая информатика и кибернетика. Есть ли у присутствующих замечания поведения в заседании? Нет. Разрешите поздравить Анастасию Валерьевну с успешной защитой диссертации. Поздравляем вас. Анастасия Валерьевна, это свидание исчерпано.